Дорогие друзья, здравствуйте! Я, Цоколов Иван Глебович, хочу вам рассказать о Юрии Николаевича Холокове, о том, каким его запомнил я. Мы все, кто у него учился, мы все, кто виделся с ним хоть один раз, не можем его забыть. Помним его, благодарим его за то, что он делился с нами своими неисчерпаемыми познаниями, своей жизнелюбивостью, своей аккуратностью, своим гениальным, рациональным и точным, вместе с тем, таким чувственным познанием в мозге. Моя мама рассказывала мне, что когда я был еще грудным младенцем, я родился в 60-м, это, может быть, был 60 или 61-й год, к нам домой пришел Юрий Николаевич Холоков. Ему было тогда 28 лет, мои тетушки были музыкальными редакторами в книжных редакциях. Вероятно, Юрий Николаевич готовил свою книгу, может быть, о гармонии Прокофьева. А поскольку у нас было очень, ну, очень тесно, ей было совершенно негде даже просто покормить меня. И она сидела, чем-то прикрывшись, и кормя меня, и вдруг дверь открылась, и вошел Юрий Николаевич Холоков, так кинув внимательный взгляд на мою маму, которой было, может быть, там 25 лет, и, наверное, на меня. То есть мы познакомились с Юрием Николаевичем в 60-м году. Я могу такую эмористическую историю рассказать, Грант вспоминал об этом. А когда мне уже было 17 лет, и я поступал в консерваторию, то мой учитель, к которому я хотел по фортепиано приступить, Лев Николаевич Наумов, сказал, ты, Ваня, иди к Сидельникову заниматься по композиции. И я сделал так, как он сказал, Лев Николаевич. Потом он сказал, ты знаешь, я еще раз переспросил у человека, которому можно полностью доверять, к кому тебе лучше идти. Я спросил у Юрия Николаевича Холокова. И он сказал именно мою мысль, только к Сидельникову. Вот второй раз вошел в нашу жизнь Юрий Николаевич тем, что он посоветовал мне выбрать профессора по композиции. И я учился у него на первом же курсе, читал, слушал его лекции по полифонии, по гармонии. Я помню, как мы с ним пошли в библиотеку за нотами. Я взял несколько экземпляров прелюдии и фуг Шостаковича. И когда я их нес, они вдруг рухнули на пол. Я весело сказал, Юрий Николаевич, смотрите, Дмитрия и Дмитриевича попадали. Ему это очень понравилось. Он уже взялся, попадали, Дмитрия и Дмитриевича, да, да, да. Так, не хотя показать, что ему весело, поскольку он все-таки был профессором. Хотя, если вдуматься, ему было 46 лет, знаете. Он же был таким молодым. А нам он казался в то время солидным мужчиной, старцем, профессором. И вот эти лекции незабываемые. Как-то погас свет в классе. Но он сказал, ну ничего, говорит, в темноте да не в обиде. А когда мы начали изучать фугу, он сказал, смотрим в книгу, видим фугу. Чем нас тоже очень повеселил. И вот такие какие-то блестки его какого-то такого остроумия перемежались с потоками его научной мысли. Он говорил, как будто читал, как будто по своей книжке. Можно было записывать синаграмму, и это было бы уже сразу книга в печать. Вот. Его лекции были кратки. Он никогда ничего лишнего, кроме таких вот каких-то коротких, юмористических фраз, почти не говорил. Но я чувствовал, я думаю, каждый чувствовал его личную симпатию. Он очень любил людей, любил студентов. Я помню, отвечал ему на анализе формы на третьем курсе. В 9 утра он послал в нашу библиотеку за заготовленными нотами, когда мы принесли их. Он сказал, берите все, кто что хочет. Пока никого нет, разбирайте любые ноты. Я взял Веберна, концерт для девяти инструментов. Проанализировал всю серию. А он спросил меня, а о чем эта музыка? И мне нужно было срочно придумывать концепцию содержания, прямо вот на экзамене. Ну, в общем, я справился, и он сказал потом, что такого ответа не было несколько лет. Вот. Я запомнил, что он внимательно относился к моим успехам и ходил на все студенческие концерты. Было, могло быть, два, три, пять человек, но там обязательно был холопов. И когда 3 октября 93-го года в Москве была критическая ситуация, ходили танки, стреляли из ружей, в Москву приехал Джордж Крам. И в 35-м классе была встреча с этим великим композитором, на которой было три человека. Это Светлана Юрьевна Сегида, которая его пригласила, Альберт Семенович Лебун и Юрий Николаевич Холопов. Вот. А я был в Германии. Мне потом это все рассказывали. Убрал второй концерт Рахмальдин. И когда у меня была премьера моей композиции для ударных и фортепиано и голоса «Чудо любит пятки греть», Юрий Николаевич позвонил. Он часто мне звонил после моих концертов, на которых он был, и поздравлял, благодарил. Совершенно никакого не было такого, что профессор звонит студенту. Но он сказал мне такой комплимент. Я тоже его никогда не забуду. «Здравствуйте, Ваня. Я был на вашем концерте. Поздравляю вас. Раньше о вас можно было писать курсовые работы, а теперь уже дипломные». И когда Наташа Ручкина написала обо мне кандидатскую диссертацию, я вспомнил эту фразу и решил, что я уже вырос. Мы дружили, общались. Дружба – это нельзя было назвать, потому что у него всегда была очень такая какая-то официальная, немножко недоступная форма, сквозь которую проглядывала любовь, доброжелательность, доброта, авторитетность. И всегда к нему можно было обратиться за любой помощью. И, конечно, его книги мы читаем всегда и сейчас. И я могу сказать, что для меня большой утратой было услышать о его очень неожиданной кончении. Вот и все, пожалуй, что мне хочется сказать о замечательном профессоре, о незабываемой легенде Московской консерватории о Юрии Николаевиче Холовне. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok